Бам! Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверьё, и наконец-то я немножко выздоровел, у меня лучше с горлом, я теперь могу разговаривать, много-много-много разговаривать, начинаем с вами вложки. Сегодня будут интересные влоги, потому что мы планируем посетить квест. Наверное, всё. Ну, я почему-то решил, что этот влог будет интересен. Итак, очень много вопросов было задано, Илюха, что это такая за заставка, что за скринсейвер с землёй? Сейчас я вам расскажу, специально для вас открыл App Store, короче, пишите в App Store, скринсейвер, вот, и называется Земля 3D, стоит, по-моему, 160 рублей, ну, типа вот как вот, 169 рублей, вот. О, если у вас много столов, то поддерживает, вот, много столов, видите, блин, нихрена так не видно. Сейчас, секунду, закрываем, и слишком ярко. А вот если отрегулировать, то всё будет нормально. Вот такая вот красота. Ну, как бы, спрашивали, просили, получайте. У меня тут, кстати, в ближайшее время планируется опять заход по наушникам, Philips, Fidelio NC1, с активным шумоподавлением, заряжается от USB, и до 30 часов можно музыку прослушивать. Буф! И игровая гарнитура Medusa ADX 5.1 Surround Handset. Здесь, видите, можно подключить реально 5.1, внутри по 4 динамика в каждой чашке, короче, будет круто. Вот, скоро буду снимать на вот это вот всё обзоры. Опа! Спокойно, сейчас будет небольшая реклама. Ребят, сегодня я вам хочу порекомендовать канал, называется он Псих ТВ. На канале вы сможете найти влоги, обзоры, обучалки, эксперименты, всевозможные сравнения и много всего другого интересного. Парни начинают только вести свой канал, и поэтому можете зайти, проверить, как у них обстоят дела, и если понравятся, то подписывайтесь. Ну всё, а мы продолжаем дальше. Погнали! Ну, а если вы позабыли, вы же на обзорно-развлекательном, то есть у нас выходят влоги для развлечения и поддержания, как бы, канала у вас в тонусе. И обзоры, это, как бы, вторая специальность моя и моего канала, потому что мы же техно-канал, и вот так у нас сочетается и обзоры, и развлечения. И поэтому обзорно-развлекательный. Первый в России. Илюха всё сказал. Ещё было много у вас вопросов. Илюха, чем ты монтируешь видео? Сейчас вам тоже покажу. У меня macOS. Называется программа Final Cut Pro. Десятая версия. Если кому-то полезно, пожалуйста, забирайте. Это не секрет, это публичная программа. Но мне в ней удобно. Так, мы сегодня идём на вот такой квест. Ловушка для президента. И вторая наша кампания идёт на книгу жизни Леонардо да Винчи. Ну, у нас девочки пойдут туда, где четыре звезды, а мальчики пойдут там, где три звезды. Возьмём попроще. Боже мой, что это такое? Что это? Кстати, ребят, многие из вас тоже любят Imagine Dragons. Да? Это так? Ну, я вот про это. Внимание, вопрос. Знатоки. Тюбик, ты любишь Imagine Dragons? Любишь? Тюба, любишь Imagine Dragons? Ну, это ни для кого не секрет. Просто вам говорю, что у Imagine Dragons тур. Тур, тур, тур. Так, сейчас они по Америке катаются, как видим. Июль, 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 июль. Вот они приезжают в Ев... Даже, Новая Зеландия, это не Европа. Вот. С 11 октября они приезжают в Европу. Германия, Норвегия, Франция, Франция, Испания. Кстати, смотрите. Мадрид, Лондон, потом Швейцария, Милан. И 16 января... Ой, какого? Января. Вот. 24 января они будут в Москве. Если у вас есть желание, то можно сразу get tickets. Вот такие дела. Ну, а если вы зададите вопрос. Илюха, а ты пойдешь на концерт Imagine Dragons в Москве? Ну, скажем так. Я буду в любом случае искать лучшее предложение по Европе, как я вам уже говорил. Вот. Если получится. Вообще, в лучшем случае я бы был польщен, если бы меня организаторы пригласили на концерт. Вот. Потому что я ярый поклонник Imagine Dragons. Было бы круто. Давайте организаторам напишем, скажем, пригласить Илюху Зверева на концерт Dragons в Москве. Коська не боится. А вторая сразу убегает. Это, кстати, лично у меня знакомство с квестами началось, наверное, с презентации... А, айсера. Айсер. На той неделе. Мы что-то пришли, сели на презентацию. Сначала она показалась скучной, но это была тема такая. Потом нас всех повели играть в квесты. Вот. Сегодня мы пройдем два больших, они по часу рассчитаны. Что-то как-то солнечно. Чего ты радуешься? Родители домой пришли, родители домой пришли. Чего век радуется? Радуется вся. Скатались по делам. Все. Теперь можно ехать, играть, отдыхать. И вообще мы сегодня идем на дыре наших друзей. А вы развлекаетесь летом фруктами? Пока есть. Вот персики вот такие. На них прям подсел. До этого вообще их никогда не ел. Именно такие вот плоские. Прям подсел. Помидоры розовые прям. Очень вкусные. Зимой по 600 рублей стоят. Летом 150. Ну и яблоки. Яблоки, понятно, они вообще круглый год идут. Да, необычно. Вот такую тему вообще больше никогда не куплю. Это самый отстойный вкус Принглсов, который я пробовал. Это полная какашка. Вот. Фу. Ну, яички всегда должны быть на месте. Так что, пусть лежат там. Илюха пошлый. Ладно, дайте уже поприкалываться. Все равно это мой видеоблог. Сегодня выпуск у меня такой бытовой. Тот чайник, помните? Скарлетт белый, который покупали. Он реально сломался через неделю. Он перестал автоматически сам отключаться. Пришлось купить вот новый. Невыпендрежный. Обычный. Бош. Западом 2200. Работает превосходно. Ну, конечно, не очень так вот сверху светится. А тот Скарлетт я еще купился. Он типа прям синяя подсветка. Красота прозрачной. Полная лажа оказалась тут на самом деле. Своих денег мне стоило 3000 рублей отдал. Ну, помойку. Потому что чек и гарантию я выкину. Что это было, я не знаю. Ну, так для поддержания позитивности выпуска. Два первоклассных чая с лимоном и коричневым сахаром. А у вас, кстати, дома есть турник? Если вы посмотрите. Короче, вот так вот. И, короче, не очень ровно висит. Но висит. Вот так я повесил. Он, по идее, должен вот сюда вот входить. Но я вот сюда. Но попал вот сюда. Может, и лучше. Здесь бы, может, он откололся. Типа. Ладно, хрен с ним. Висит и висит. Вот, сегодня вот так вот будем праздновать Дере. Сейчас полетим. Опять солнечная погода. Сегодня непонятно. Было солнце, потом дождь. Теперь опять солнце. Все, приехали. Здесь находится ловушка Хвест. И через минут 20 уже пойдем играть. Какие строения. Здесь сегодня удивительная прям вообще погода. Деятельно. Ехали сюда. Было просто пролезной дождь. Приехали. Теперь солнышко. О, хороший фасад здания. Тут, походу, раньше какая-то кафешка была. Снесли пристройку, оставили вот так вот. Мы все отыскали. Вот. Нам сюда. Ну, окей, давайте спустимся. Ну, вот. Мы уже очутились здесь внутри. Сейчас будет приготовление. Можно даже, смотрите, как посидеть. Так. О, вот так вот, типа гамачок. О, тут можно повеселиться. Так, начнется. Эй, мы пришли поиграть в квест. Давай, давай. Подождите, стойте. У меня самый ништяковый. О, ха-ха-ха. Все, давай, стой. Ну что, пойдет? Ништяк. Дай поменяем. Так, что здесь еще интересное есть? О, какие мега очки. Эй, я ничего не вижу. Уберите руки. Кто здесь? Кто? Что? Серег. Что, ты видишь? Так. Прикольная тема. Руки вижу какие-то. Как это вообще? Женская тема какая-то получается. Серега. А, что? Ммм, скоро будет новый квест. Хью, лори. А вы смотрели? Это как вот доктор Хау. Блин, а дома прикольно сделать такие вот обои. Здесь только не упадет. Прикольно. Круто. Надеюсь, сегодня будет очень интересно нам. Да. Так, подожди. Куда здесь надо? Да. Клэй, вестик надо. А, вот на желтую. А, сначала, короче, на зеленую, потом на желтую, потом, короче, на синюю. Полная хрена. Прикольная тема, это типа шар-предсказание. Итак, наберем мы с вами через год миллион подписчиков. Что написано-то? Все. Все правильно. Так, миллион подписчиков через год. Еще раз. Что написано-то, блин? Есть все сложно. Все сложно. Безусловно. Да. Миллион подписчиков, это хорошо. Да, чем еще заняться? Да, типа пятнашки, что ли? Салон. Никогда. Так, ребят, поставлю вас сюда. Ждите меня, я вернусь. Наконец-то. Свежий воздух. Вышли. Все круто. Ну, вот единственное, мы там, конечно, надышали, было уже... Ну, сколько мы там, час были, да, час были. В комнате было сложновато дышать. Так, очень круто. Нифига себе машинка. У меня там много всего полезного внутри валяется. У-у-у, там все в проводах. Да, снаружи тоже не айс. А теперь уже отправляемся домой, чтобы праздновать день рождения. Ту-тю-тю-тю-тю. Замечательно так, после дождя. Вау, сколько цветов. Ярко-зеленая, ярко-желтая. Крутяк. Прям ништяк. Ну, кстати, прикольно, мы съездили. Поиграли. Хочется сразу, как бы, не один курс, а ты прошел один, сразу на второй хочется, чтобы, типа, вот так вот побольше было. Время очень быстро летит. Прям, как будто только зашли, опа, и сразу вышли. О, эти вселенские палатки с мороженым. Наступил, кстати, уже следующий день. И решила вам сегодня затестить морскую свинку. Чё, кусок, давай. А, ты чё меня кусаешь-то? Давай, выходи. Она здесь бегала маленькая, когда была, вон туда прям сбивалась в угол. Теперь же ничего не боится. Эй, эй, это мой акустический паралл, ты чё? Стоять. Чё, вкусно? Ха, походу вкусно. Ладно, всё, поехали домой. Спасибо. Стоять! Вот так вот. Оказывается, кто-то в восторге от акустического параллона. Они, кстати, у себя там ещё газеты иногда подгрызают, ну, раскапывают, а газеты в самом низу между, типа, одеялом и пластмассой. Очень любят газеты есть. Кстати, надеюсь, скоро, надеюсь, скоро поедем на дачу в Пидмаськове и испытаю новый водный пистолет, потому что данный пистолет стреляет на 10 метров. У меня, кстати, никогда ещё не было водяного пистолета. Попробуем. Здесь вставляются батарейки и вот, посмотрите, сколько здесь заливается, 739 миллилитров воды и струя на 9, ну, можно сказать, на 10 метров бьёт. Прикольная тема. При этом он небольшой, вот смотрите, вот, даже до локтя не достаёт. Вот, круто. Это всё испытаем. Вообще, много ещё планов. Ладно. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели этот выпуск влога до конца. Наслаждайтесь жизнью, ставьте мне большие пальчики наверх, подписывайтесь на новые ролики, увидимся с вами в интернете. Я вас сильно люблю, мои дорогие подписчики. Ну всё, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok